Итак, сегодня у нас с вами 31 декабря, а значит мы празднуем Сильвестр. Что же такое Сильвестр? Как правильно праздновать Новый год Германии? Поговорим сегодня с вами в этом видео. Поехали! Само название праздника Сильвестр происходит от имени Святого, который скончался 31 декабря 335 года. Так чем же он знаменит? Сама биография святого монаха ничем не примечательна, то есть воспитывала его мама. Отец умер, когда он был совсем маленьким, он получил хорошее образование, однако достигнув 18-летия, то есть совершеннолетия, он давал приют всем нуждающимся именно в своем доме и обратил свою веру многих представителей других религий. А еще уходят слухи, что он спас мир от конца света. Знаете как? Он просто поймал морское чудовище Левиафан. Все, конец света отменяется. А знали ли вы, что сегодня, а именно 31 декабря, мы имеем право пожелать только хорошего въезда в Новый год, то есть хорошего скольжения. Так, например, einen guten Rutsch ins No Jahr. Мы не можем сказать vor ist No es, потому что сегодня еще не Новый год. Новый год наступит только завтра, 1 января. То есть сегодня мы говорим, на Сильвестр мы говорим einen guten Rutsch ins No Jahr, А 1 января мы официально можем сказать vor ist No es. Сегодня guten Rutsch, а завтра vor ist No es. Не путайте. Сегодня пока не поздравляем с Новым годом. Сегодня Сильвестр. А знаете ли, откуда взялась вот эта традиция запускать фейерверки? Именно на Новый год. В стародавние времена люди отгоняли злых духов тем, что они стучали в бубен, очень громко веселились и делали все очень громко. И в этом случае до сегодняшнего дня мы сохранили эту традицию. Конечно же, мы не отпугиваем духов, но традиция праздновать громко и со свистом и с фейерверками у нас сохранилась. Так что же человеку правильно подарить на Новый год? Все очень просто. Подарите что-то, что будет не очень дорого и будет выглядеть или заменять человеку талисман. То есть свинью. Это, конечно же, принесет счастье. Почему свинья? Потому что свинья связана с деньгами. Свинья-копилка. Можете подарить четырехпалубный, четырехлисточный клевер. Либо что-то, что на ваш взгляд будет приносить счастье. Любая мелочь. Так как же правильно праздновать в Германии Новый год? Очень просто. До 12 вы сидите за столом, вы едите, вы играете в различные настольные игры. А после 12 можно идти и с шумом праздновать. То есть те же самые фейерверки, либо еще какие-то игры. Все, что будет приносить удовольствие. Самое главное, чтобы это было с размахом, с шумом. Однако же, если человек пожилой, то, скорее всего, он купит билеты в кино. Либо же он забронирует где-нибудь столик в ресторане, либо же в кафе. То есть самое главное, чтобы вы получили удовольствие от того, как вы празднуете. Здесь нет определенного формата. Я не знаю почему, но в Германии принято смотреть на Новый год. Я знаю, многие знают уронию судьбы. Но в Германии мы смотрим Тинер Хо Ван. Либо же Тя Нонси Сэ Кбудса. 90-й день рождения. Либо же обед на одного. Почему эта традиция сложилась? Никто не знает. Но такая традиция есть. Посмотрите, кстати. Рекомендую. Как такового в Германии на Новый год застолья нет. А зачастую, конечно же, есть исключения. Есть разные семьи, которые празднуют либо так, либо так. Но я говорю об общеизвестном тренде. Вместо застолья мы можем подать сыр нарезку. Либо же фондю. Либо же раклет. Которые приветствуются на новогоднем столе. А рецепты выпечки, которые подаются именно на Новый год. Вы увидите уже в конце этого видео. Рецепты нескольких печеней. И каждая из них очень вкусная. Попробуйте хотя бы одно. Раньше на Новый год очень часто гадали. Выливали свинец в воду. Либо же сейчас уже этого не делают. Я не помню, чтобы кто-то сейчас это делал. Однако же традиция такая есть. И кто-то, может быть, сегодня ее даже и придерживается. Либо просто можно расплавить воск. Вылить в холодную воду. И посмотреть, что стало с этой фигуркой. И, конечно же, каждый представляет на свой манер. Что стало с этой фигуркой, то ждет нас на Новый год. Ну, это такое спорное гадание. Ну, вдруг кто-то до сих пор это делает. Раньше было принято, сегодня не так распространено. Сейчас на Новый год едят, потребляют очень много курицы. Раньше, конечно же, был распространен карп. Ну, знаете, чешуйки выглядели как деньги. И чем больше карпа кто-то съест, тем больше денег он будет иметь в следующем году. Раньше был гусь с яблоками. Сейчас, наверное, немножечко грустно, либо же немножечко весело. Но эти традиции все меньше и меньше соблюдается. Каждый ест то, что он захочет. В нашей семье были распространены такие булки в форме свиного рыла. А у многих сохранились еще такие традиции, когда на старый год вы открываете дверь и говорите «Старый год, уходи!». И когда пробивают 12, и вы говорите «Новый год, заходи!». Тем более, что старый год уходит, по-моему, мы все счастливы, что он уходит. Мы думаем, что в следующем году будет намного лучше, чем в 2022. Поэтому откроем сегодня в без пяти двенадцать дверь и скажем «Старый год, уходи!». Многие запрыгивают на стул в без пяти двенадцать. Ну, я не знаю, без одной минуты двенадцать. И в одну минуту первого прыгают со стула и говорят «Вот хороший у меня сейчас был прыжок на Новый год». Поэтому как хорошо ты прыгнешь, так хорошо ты отпразднуешь Новый год. Но это, опять же, не то чтобы традиция у всех. Но так иногда делают. Да, сейчас это будет странно выглядеть. Но на Новый год чаще всего детям заказывают Пайнерцман. Рождество прошло, но Пайнерцман приходит на Новый год. Я, опять же, не говорю о том, что все это делают. Но такая тенденция и такая традиция существует. И Пайнерцман приходит не один, а приходит с Кресткент, у которого есть корзиночка, в которой лежат очень много конфет, сладостей и орехов. И несмотря на то, как вы празднуете Новый год, самое главное, чтобы вы получили удовольствие от этого праздника. И самое главное, чтобы мы все загадали, что Новый 2023 год будет намного лучше. И, по-моему, любой год будет лучше, чем 2022. Чем 2022. Ура! Мы пережили 2022. А сейчас обещанные рецепты. Печом готовимся. Чусь! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok